Как стать массажистом в 2024 году и с чего начать? На тему того, как стать массажистом, задумываются вчерашние школьники, студенты различных вузов и люди, которые во взрослом возрасте хотят сменить род деятельности. Так с чего же начать? Первое, о чем стоит задуматься перед тем, как пойти учиться на массажиста, это понять, а готовы ли вы работать с людьми. Ведь это достаточно энергозатратный процесс. Люди вам будут попадаться разные, кто-то будет приходить расслабленным и в хорошем настроении, а кто-то уставшим после работы и в плохом расположении духа. Также будут попадаться просто тяжелые по ощущениям скандальные личности. Люди могут быть не пунктуальными, не тактичными и не чистоплотными. Даже если в салоне перед процедурой обязательный прием душа, то его все принимают по-разному. Это то, что понимают практикующие массажисты, но о чем стараются умолчать. Поэтому если вы недолюбливаете общаться с людьми и не готовы принимать определенную специфику деятельности, то вам точно не подойдет эта работа. Также в массажном деле может быть абсолютно ненормированный график. Будут дни с полной загрузкой, но могут быть и дни с полным отсутствием клиентов. Нужно быть настроенным на то, что вам понадобится время на составление клиентской базы. Как правило, у начинающих массажистов на это уходит около года, а иногда и больше. Если вы все эти нюансы понимаете, вам нравится помогать людям и вы готовы какое-то время набирать свою клиентскую базу, то это профессия для вас. Как стать массажистом без медицинского образования? Стать массажистом без профильного медицинского образования вполне возможно, но здесь есть свои подводные камни. Массажист, не имеющий медицинского образования, не может работать в больнице или в поликлинике, крупной косметологии или санатории, фитнес-клубе или быть штатным массажистом у спортивной команды, например, у футбольной. Такой массажист, скорее всего, никогда не получит доступ к работе с детьми или подростками. Также будет ощущаться недостаток знаний по анатомии, поэтому необходимо будет учиться самостоятельно, искать видеоуроки или даже брать частные консультации. Но если вы хотите работать в сфере эстетики тела, спа, то вам не обязательно иметь медицинское образование. Антицеллюлитные, расслабляющие, любые нелечебные массажи сейчас на пике популярности и делать их может абсолютно любой человек. Поэтому отсутствие профильного образования не является фактором, который решает вас возможности начать заниматься любимым делом. Как стать массажистом с медицинским образованием? Стать массажистом с медицинским образованием гораздо проще. Сразу уточню, высшее медицинское образование не обязательно. Вполне достаточно колледжа или училища. Тех, кто уже получил высшее или среднее медицинское образование, клиники и крупные салоны активно берут на работу. Можно пройти отдельные курсы в частных образовательных центрах или на базе учебных заведений. Для того, чтобы делать лечебные, реабилитационные и другие оздоровительные массажи, необходимы знания по анатомии. Получить их в полном объеме можно только в медицинском колледже или университете. Там студенты изучают не только теорию, но и рассматривают муляжи, манекены, учатся различать мышцы и суставы. Получив эти знания, человек уже более детально представляет себе работу мышц и суставов, их размеры и основные функции. Также медицинское образование дает право заниматься детским массажем. А эта профессия сейчас очень востребована. Многие мамы водят малышей на массаж не из-за того, что врач прописал, а для хорошего сна, активного роста и общего здоровья. Стать массажистом с медицинским образованием может любой врач, начиная от терапевта и заканчивая дерматологом. Это позволяет любому врачу, который устал от рутины сменить профессиональный вектор, начать зарабатывать больше или найти профессию с комфортным графиком работы. Плюсы и минусы работы массажиста. Плюсы. Первый плюс мой самый любимый – это благодарность от клиентов. Когда после курса массажа у вашего клиента ушли боли, он стал лучше себя чувствовать или похудел, то, как правило, такой клиент очень благодарен вам. Это невероятно приятно и мотивирует вас становиться еще лучше в своем деле. Также в процессе работы с людьми вы обрастаете полезными связями и интересными знакомствами, что тоже, несомненно, является плюсом. Также у массажиста нет ограничений по заработной плате. Он может самостоятельно составлять себе график. Например, принимать только до обеда или после, не принимать людей по пятницам или работать по выходным по повышенному прайсу. Такое тоже возможно. Кроме того, можно уходить в отус тогда, когда есть желание, а не когда выпадает по графику. Одним из коммерческих плюсов является необходимость в курсовом массаже. Например, если клиент пришел на антицеллюлитный массаж, то добиться видимого эффекта можно только за 10-15 сеансов. Но есть и минусы в работе массажиста. Первый минус – это специфика работы с людьми, о которой мы уже говорили в начале. Непунктуальность, нечистоплотность и так далее. К тому же, вы можете временами попросту уставать от людей. Постоянная работа на ногах может приводить к болям в пояснице. И массажисту, как правило, тоже нужен массажист. Кроме того, в этой сфере достаточно большая конкуренция. Поэтому придется постоянно учиться и ввести свою клиентскую базу. Имеет место быть большая ответственность за здоровье людей, которые пришли над помощью. И это может стать для вас дополнительным фактором стресса. Также нужно понимать, что пока вы набиваете руку, у вас какое-то время будет не самая большая заработная плата. Где выучиться на массажиста? Можно поступить в медицинский техникум или колледж. Поступление осуществляется на базе 9 или 11 классов. Чтобы подать заявление в мед и получить медицинское образование, нужно пройти только психологическое тестирование. Как правило, массажисты поступают на сестринское дело. Очное или очно-заочное вечернее отделение. Продолжительность обучения на базе колледжа 2-3 года. После чего нужно пройти специализацию на массажиста. За это время в колледже вы можете пройти частные курсы и начать практиковать. Чтобы к концу обучения иметь опыт и нужные навыки. Устроиться на работу или открыть частную практику. Также вы можете пройти курсы по массажу и начать практиковать массаж, который не требует медицинского образования. Как я уже говорил, это антицеллюлитный массаж, ослабляющий массаж или как вариант массаж лица. А потом уже, если будет желание и необходимость поступить в мед и непосредственно стать массажистом с медицинским образованием. Друзья, если у вас остались вопросы, пишите комментарии. Переходите по ссылке в описании и забирайте подарок от меня о том, какие 5 действий нужно сделать каждому массажисту, чтобы грамотно войти в профессию и получить больше клиентов на массаж. Всем пока-пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok